Странам Центральной Азии важно усилить взаимную торговлю, проработать логистику и объединить усилия в биобезопасности. Это предложение Касанжумар Татукаева на третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Она состоялась в Туркменистане. Президент Казахстана отметил, что только совместная работа обеспечит устойчивое развитие региона. О чем еще говорил президент и к чему может привести конкуренция между странами Центральной Азии в материале Ивана Тулинова. Год назад представить прибывающие кортежи с главами государств было довольно сложно. Мир столкнулся с пандемией. Казалось, что изменения коснутся и подобных встреч. Вирус не отступил, но разработаны вакцины, в странах идет иммунизация и у глав государств Центральной Азии снова появилась возможность встретиться и обсудить проблемные вопросы. Эта встреча не могла состояться долгое время. Сначала ее планировали в Кыргызстане, но затем вмешалась эпидемия, карантинные ограничения. И главы государств могли взаимодействовать только в онлайн формате. Сегодня тот день, когда очные встречи снова становятся возможны. Пока на центрально-азиатском уровне. Главы государств встретили в курортной зоне Аваза, рядом с городом Туркменбаши. Сразу же после прибытия в Конгресс-центр Касымжумар Татокаева встретил глава Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедов. После приветствия прошла двусторонняя встреча. Президент Казахстана отметил, что с большим удовольствием принял приглашение посетить курортную зону Аваза. И добавил, Туркменистан под руководством Бердемухамедова вносит заметный вклад в оздоровление международной обстановки и региональной безопасности. Для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером. У нас очень много проектов, которые без всякого преувеличения носят долговременный характер, а следовательно, стратегический характер. И, конечно же, во время последующих переговоров мы обязательно берем внимание к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. У меня нет никаких сомнений в том, что предстоящие переговоры и подписание соглашений между нашими странами дают очень серьезный импульс к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими братскими народами и государством. В целом же беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане, отметил глава государства. Также ситуацию усугубляет коронавирус, который, несмотря на усилия мирового сообщества, по прогнозам ВОЗ провоцирует затяжной кризис. Касым Жамар-Токаев на встрече с главами государств предложил несколько решений, которые обеспечат устойчивое развитие Центральной Азии. Одно из них – взаимная торговля. Доля взаимной торговли стран региона занимает только 9% от общего товарооборота наших государств. Учитывая возможности наших экономик, а также емкость рынка, а это 75 миллионов человек, данный показатель не соответствует имеющемуся у нас потенциалу. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центрально-азиатские страны до 1 миллиарда долларов. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Страны Центральной Азии также могут совместно привлекать инвестиции. Для этого Касым Жамар-Токаев предложил использовать Международный финансовый центр «Астана», который сыграет роль регионального инвестиционного хаба. Казахстан может предложить своим соседям также наработки в цифровизации промышленности, энергетике, созданию умных городов. Мы также имеем серьезные наработки в сфере оказания государственных услуг, система e-government, электронные документы обороты и другие. 90% госуслуг реализуются в цифровом формате. Наша антииндустрия нацелена на активный обмен опытом и представление партнерам готовых решений. Поэтому я предлагаю приступить к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, интернет-торговля для повышения конкурентоспособности наших стран и региона в целом. О транспортном потенциале стран Центральной Азии также говорилось не раз, но президент Казахстана привел факт, который должен убедить коллег активно работать в этом направлении. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта всех стран на 15%. Это колоссальный резерв. Поэтому нам необходимо общими усилиями повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Еще одна важная тема, влияющая на устойчивое развитие – экология. Касым Жумар-Тукаев отметил, странам Центральной Азии важно уделять ей особое внимание и объявил о том, какую работу проводит Казахстан. В их числе увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15% к 30-му и достижение углеродной нейтральности к 60-му году. Последствия изменения климата в странах заметны уже сейчас. Президент предложил выработать консолидированную водную политику и добавил, вода должна стать для Центральной Азии объединяющим, но никак не разъединяющим началом. Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодия и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сардарии. Только за последние два года вегетационный период объемы поступления воды в Шардариинское водохранилище сократились на 40%, а в Малое Аральское море более чем на 60%. Совместных усилий требует работа в условиях пандемии. Казахстан оказывал гуманитарную помощь, разработал вакцину, а на днях отправил первую партию препарата Казвак в Кыргызстан. Странам региона также важно сосредоточить усилия на вопросах биобезопасности. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я высказал предложение создать Международное агентство по биологической безопасности. В перспективе эта структура могла бы содействовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях. Предлагаю совместно продвигать эту важную для всех нас инициативу, которая уже привлекла к себе положительное внимание глобальных держав. Именно о сотрудничестве, а не о конкуренции между странами Центральной Азии говорил в своем выступлении глава государства. Особую важность, по его словам, приобретает подписание договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Ожидается, что этот документ будет скреплен подписями пяти глав государств уже на следующей встрече в таком же формате. Иван Тулинов, Ержан Конопьяулы, Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Туркменистана. Продолжение следует...